Всем привет! Сегодня я расскажу про барбарис. Поехали! Барбарис. Барбарисы распространены преимущественно в горах северного полушария. Род насчитывает около 175 видов, некоторая часть из этих видов введена в культуру. Описание барбариса. Барбарис – это листопадные или колючие вечно зеленые кустарники с простыми, очередными, реже кожистыми листьями. Колючки барбариса представляют собой видоизмененные листья, подчас от которых остается лишь одна средняя жилка, ставшая колючкой. В пазухе таких листьев развиваются укороченные побеги, поэтому листья сидят пучками. Листья барбариса на побегах идущего года располагаются одиночно, по спирали. Цветы золотисто-желтые, мелкие, душистые, в многочисленных щитковидных или кистевидных соцветиях. Плоды разнообразные по окраске и по форме. Практически все барбарисы весьма декоративно используются в живых изгородях, в групповых или одиночных посадках, а не скорослые виды барбариса на каменистых горках. Окраска листвы сортовых барбарисов очень разнообразная и не только лишь зеленая. Она бывает пурпурная, желтая, пестренькая. Мало того, среди кустов барбарисов есть карлики и великаны. Барбарисы прекрасны не только лишь как декоративно-лиственные растения, а также они еще очень красиво цветут. Маленькие цветочки, напоминающие сферические колокольчики, или поодиночке, или в соцветиях в буквальном смысле слова сплошь покрывают ветки с середины мая. Их окраска обычно желтая, порой оранжевая с включением красных оттенков. Уход за барбарисом. В слишком жаркую погоду цветки барбариса источают терпкий, сладковатый аромат. Каждый лепесток барбариса несет по двум нектарника, выделяющие прозрачные капли, привлекающие насекомых. Цветут барбарисы и плодоносят не только лишь на солнце, а также и в полутени. Барбарис является прекрасным медоносом. Наряду с гречишным, цветочным, липовым существует и барбарисовый мед. Барбарис прекрасно переносит условия города. Неприхотлив к почве, засухоустойчив, не переносит застой влаги, лучше всего развивается на свету. В саду мы обращаем свое внимание не только на высоту куста и цвет листьев, но и также очень важна его форма. Как правило, карликовые барбарисы имеют плотную компактную полушаровидную форму кроны. Барбарисы высокие, развесистые кустарники с поникшими ветвями. Для барбариса вы сами можете придумать размер и форму, добившись этого стрижкой. Из них получаются прекрасные фигуры, к примеру, шаровидной формы. Стричь барбариса не бойтесь, это интересное занятие, делать это можно почти в любое время года. Прелестно осенняя окраска барбарисов, в особенности зелено-лесного барбариса, его листва становятся оранжево-пурпурной, а барбарисы пурпурно-лесные в осенний период и тоже хороши. Барбарисы желтой лесной осенью почти не меняются. Кусты барбариса после опадения листьев до весны украшают алые ягодки. В первые несколько лет барбарисы укрывают на зиму сухой листвой, торфом или лапником. Размножаются барбари с делением куста, семенами, летними черенками и корневыми отпрысками. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok